Майские указы президента нужно выполнять, а чтобы их выполнить, нужны просто на просто деньги. А деньги, я еще раз подчеркиваю, конечно, нужно уметь зарабатывать и создавать условия для тех, кто будет строить предприятия, новые предприятия или модернизировать старые предприятия. В общероссийском рейтинге Краснодарский край поднялся с седьмого на шестую строчку. Он формируется как из объективной статистики, так и результата вопросов предпринимателей. Они показали, что за год значительно сократилось число проверок, а дополнительные документы стали запрашивать в два раза реже. Год назад уже внутри региона сформировали первый рейтинг инвестиционной привлекательности муниципалитетов. Анапа оказалась на 24 месте. В этом году на 8. Мощный рывок сразу на 16 пунктов вверх. Конечно, инвестиции это то самое основное, которое поддерживает муниципалитет и поддерживает всех нас. И вот, наверное, не случайно мы там приподнялись, да, на какой-то, а процент. Вот чем лучше будем работать, тем легче будет здесь находиться всем и жить здесь будет всем жителям. Это я говорю точно. Все эти инвестиции, с которыми к нам обращаются и какие площадки мы готовим, нам надо это продвигать. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, среди инвестиционных соглашений не должно быть мертвых душ. Нужны результаты в виде налоговых поступлений и рабочих мест. В администрации Анапы отмечают, что подъем в рейтинге связан именно с реализованными проектами. Среди них реконструкция винзаводов СУКО, закладка яблоневого сада интенсивного типа. В пересчете все проекты вместе – это более 100 миллионов рублей в год в виде налогов и около 300 рабочих мест. На сегодняшний день команда мэра Анапы сопровождает 19 инвестпроектов на общую сумму более 40 миллиардов рублей. При этом есть и выбывшие. На краевом уровне отмечают, что одна из проблем – недооценка инвесторами своих возможностей, а также дефицит электроэнергии. Губернатор настаивает – энергетики сами должны быть инвесторами, поспевающими за развитием экономики. Эксплотанты. Если не эксплотанты, нам эти эксплотанты не очень нужны. В ручном режиме, если возникает проблема с ресурсом подключения, в ручном режиме на группе от Лена Троицева, для всех, как каждого инвестора, еще раз повторяю, неважно маленький или большой, в ручном режиме рассматривает проблему подключения экономики. В Анапе отношения муниципалитета и энергетиков можно назвать конструктивными. Постепенно идет замена оборудования, в том числе установка более мощных трансформаторов на подстанциях. Но глава города требует наращивать темпы работ. Ведь уже есть и потенциальный инвестор, чтобы возобновить производство на птицефабрике Витязевская. А в Виноградном крупный отраслевой игрок занимается высадкой молодой лозы. Когда урожай достигнет определенного объема, планируется перезапустить местный винзавод. Речь идет в общей сложности более чем о тысяче рабочих мест. Даже без учета курортной инфраструктуры у Анапы есть все возможности, чтобы занять еще более высокое место в краевом инвестиционном рейтинге. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.